Завершающим аккордом в работе Международного форума историков, философов и публицистов, посвященного столетию Великой Российской Революции, стало большое историческое собрание. На нем были подведены итоги работы форума. Два дня работы форума показали, что год столетия революции не прошел формально, что события вековой давности глубоко и разнопланово проанализированы. Такие дискуссионные площадки очень нужны современной России. Поэтому рассчитываем ко всем участникам, обращаясь на вашу поддержку и в дальнейшей работе. Мы планируем, что большое историческое собрание будет периодически собираться на Ульяновской земле, в этом Ленинском мемориале, который изначально задумывался как грандиозный центр науки и просвещения. На форум съехались квалифицированные эксперты из 23 городов Российской Федерации и 11 стран мира. За три дня работы форума было заслушано более 150 докладов. Все они касались революции 1917 года и ее лидеров. Особенно интересно было услышать мнение зарубежных участников. Ленин, по-моему, был всегда отличный теоретик революции, отличный политик, выдающий теоретик революции. Конечно, мнения о Ленин сегодня разные. Иногда люди считают, что он дьявол, другие считают, что он символ революции, герой вообще. Но как мыслитель, он неизбежно жив и будет жить. Молодой неординарный писатель Лев Данилкин со своей книгой «Ленин. Фантократор. Солнечных пылинок» оказался в центре внимания участников и гостей форума. «Условно говоря, марксизм в России воспринимался как род такого мессианца. Пролетариат был тот класс, который освободит мир от капиталистического апокалипсиса. И так получилось, Ленин был в ужасе от этого, что ему самому пришлось примерить на себя роль мессии. Он был бы в дичайшем ужасе, если бы услышал это. Но по сути так получилось, что фигура мессии оказалась персонифицирована в России в 20-е годы в Ленине». Как отметил старший научный сотрудник Ленинского мемориала Валерий Перфилов, личность Ленина в этом году вызвала огромный интерес не только российских исследователей, но и зарубежных, что было связано со столетием Российской революции. Эта дата отмечалась на государственном уровне во многих странах Азии. Конечно, в центре внимания участников форума была и фигура Керенского, еще одного лидера революции. «Сегодня Керенский тоже возвращается в наше историческое пространство. Он же был совершенно забыт, когда в 60-е годы Генрих Боровик впервые взял у него интервью. Это было как гром среди неясного неба, потому что все думали, что его уже давно нет, а он оказывается жив». По словам организаторов мероприятия, по итогам форума в 2018 году выйдут два сборника, куда войдут все доклады, озвученные на форуме. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.